99,6 на частоте Финам.ФМ программа Про и Контро в студии Константин Андреев в аппаратной ТЕБИС, кого программа бы не состоялась. Это продюсер Ирина Буцкая и звукорежиссер Иван Куприянов. Отныне, я надеюсь надолго, каждый вторник с 11 до полудня мы в этой компании будем общаться с людьми, которые имеют смелость зарабатывать в России производством. Крупный это будет малый и средний бизнес. Представители крупного, малого, среднего бизнеса нам интересны все, все, кто не просто покупает и продает, не просто выкачивает недра и не делает деньги из денег, а те, кто действительно создает настоящие рабочие места здесь у нас в России, а главное настоящий продукт. Не важно, что это, трикотажные изделия, сложная электроника или что-то еще. А первую программу мне хотелось бы посвятить теме, которая оказывается как бы на стыке добычи и производства. Мы будем говорить о вырубке леса, заготовке древесины, ее продаже и в том числе на экспорт, потому что это традиционный российский источник доходов наравне с исторической продажей пеньки и пушнины, а потом уже много позже привычных нам углеводородов, нефти, газа и так далее. Но так как мы приглашаем тех, кто занимается производством, то сегодня речь пойдет о сложной, я даже не побоюсь этого слова, высокотехнологичной переработке древесины. У нас в гостях в студии генеральный директор компании НЛК Домостроения Семен Гоглев. Семен, здрасте. Здрасте. Я правильно сказал, что высокотехнологичная обработка древесины? Да. Клееный брус – это один из таких серьезных продуктов, который требует большого количества оборудования, технологий, кадровых ресурсов. То есть это такая действительно высокотехнологичная обработка. Сейчас мы об этом с вами подробно поговорим. Буквально через минутку мы свяжемся. У нас уже на связи вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. Андрей, здрасте. Вы с нами? Здрасте. Здрасте. Один момент. Я хотел бы задать вопрос Семену и вам тоже. Давайте по очереди. Сначала Семен, потом вы. Перед тем, как мы начнем, собственно, основную тему. Как вы думаете, в России есть необходимость развивать собственное производство? Вообще, ваше личное мнение, да? То, что называется особое мнение. Я имею в виду самое разное производство, да? Или все-таки мир настолько глобализировался, что достаточно, достаточно, не знаю, там, производить сапоги, а другая страна будет производить, я не знаю, там, компьютеры, чуть не проговорился, и таким образом производить, там, экспорт-импорт. Семен, как вы думаете? Ну, я считаю, что, конечно, мир глобален, и существует уже мировое разделение труда, вот, но есть подавляющее количество, там, отраслей, в которых Россия может совершенно спокойно конкурировать на международном рынке. Ну, мне более близок рынок продуктов деревообработки, и я абсолютно уверен, что в продукции деревообработки и в использовании лесных ресурсов Россия может достойно представлять себя на всех рынках. Андрей, ваш ответ. Как вы думаете, про производство вообще глобальное, не только про лес? Ну, в сапогах я мало разбираюсь у нас, компьютеры как пользователи, а так, в принципе, я согласен с тем, что сказал. Семен? Да. Отлично. Тогда давайте перейдем к нашей основной теме. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы можете статистику дать, какое количество леса ежегодно вырубается, заготавливается древесина в России, да? Ну, я понимаю, что вы, наверное, не обладаете там самыми последними данными там по 2012 году, потому что понятно, что они чуть попозже приходят. Но, тем не менее, сколько от этого числа вывозится, так сказать, просто, как это называется, кругляком на экспорт, да? Куда это все вывозится? И сколько первично и высокотехнологично обрабатывается в России? Какие это отрасли, на что идет там производство бумаги, производство, не знаю, там, паркета, дверей? Есть какая-то статистика? Ну, есть определенная статистика, естественно. Значит, если вы говорите про вывозится, про экспорт, да? Да. То экспорт, ну, есть, к сожалению, так сказать, вы правы, есть данные только, так сказать, там, по... Октябрь, наверное, по ноябрь 2012 года, да? Ну, так это практически свежие данные, да? Ну, так все-таки Союз с промышленниками, с экспортерами в Россию пытается заниматься своей работой и мониторить ситуацию. Вот. То докладывали, что экспорт, если говорить про необработанную древесину, да? То за последний, так сказать, вот, к соответствующему периоду предыдущего года, да, экспорт круглего леса упал, так сказать, где-то на 2,5 миллиона. Так. И составляет на сегодняшний день, там, ну, где-то, не очень большое количество. А с чем это связано? Это связано с, вот, теми решениями, которые были приняты в седьмом и восьмом году, имеется в виду, там, повышение пошлин? Ну, это связано, а, с повышением пошлин, а, б, на самом деле, это связано с постановлением, там, правительства тоже, так сказать, давно, когда, так сказать, государство решило поучаствовать и поддерживать, так сказать, развитие приоритетных проектов в России. То есть самое главное, ну, то есть, понимаете, вот, кроме есть импорта, да, и экспорта, да, есть еще внутренний рынок. Так. Вот, поэтому сейчас внутренний рынок забирает больше, чем... Если мы говорим про внутренний рынок, то он для чего забирает? Все-таки для производства, потому что мы говорим о производстве, да? Ну, конечно, конечно, фанера, домостроение, так сказать. А вот по цифрам можете сказать? Потому что как раз Семен у нас приглашен как человек, который занимается домостроением и производством таких сложно... Ну, это исключительно внутренний рынок, да. А, так какой процент примерно можно сказать? Семен, может, вы поможете коллеге? Ой, вы знаете, я, наверное, так вот совершенно четко не... Если говорить про экспорт, давайте сейчас закончим про экспорт. Давайте. А вот, то если бы до октября 2011 года было экспортировано, так сказать, лесоматериалы кругов, то, что у нас называется, так сказать, кругляком, да, в обиходе, было бы экспортировано там 13,3 миллиона, так сказать, кубических метров, то бы в октябре уже 2012 года, до октября 2012 года было экспортировано 10,8. То есть есть явное падение экспорта кругового леса. А мы экспортируем какое-то, что-то, что уже хотя бы прошло первичную обработку, доски, я не знаю, брус, ну, то, что у нас производится из леса, первичное. Значит, доски, если говорить, так сказать, доски, то, что называется, пиломатериалы, да, это действительно, там, совсем простая обработка, да, вот, то, так сказать, там, ну, рост экспорта очень небольшой, там, а 100 тысяч. Если говорить про фанеру, бумагу, упаковку, картон, то рост достаточно серьезный. Это связано с тем, что мы стали производить, например, вот если говорить про бумагу, стали производить бумагу качества достойного, там, европейского, да, потому что, ну, я, поскольку я занят журналистикой, я знаю, в том числе, и печатные продукции, да, то есть, например, для всех глянцевых журналов, у их огромное количество, мы по-прежнему закупываем бумагу в Финляндии. Да, бумага поставляется в основной Финляндии. Да, да, то есть мы тоже экспортируем бумагу, а куда мы ее экспортируем, и какого она качества, если, ну, хотя бы примерно, вы можете как-то сказать? Я понимаю, что вы не обладаете всей полнотой информации по этой теме, но, тем не менее. Экспортируем в традиционные страны, куда экспортировали, главное, так сказать, это, все-таки, производство, мы сегодня же экспорт газетной бумаги, хотя там конкуренция от Китая достаточно серьезная. А куда традиционно, вы сказали, мы экспортируем бумагу? Да и в Европу, там, и в Азию, ну, это тот же Китай, который, там, сейчас является крупным производителем качества, качество, ну, такое, средненькое. То есть с европейцами пока не можем конкурировать? А что нам для этого не хватает? А вы понимаете? Нет, вы знаете, я хочу одно сказать, так сказать, такую вещь, что, на самом деле, в Финляндии, которая считается, так сказать, там, эталоном, да, они сокращают производство, так сказать, бумаги. Почему? Ну, потому что рынок достаточно плохой, а, и в, так сказать, ну, достаточно малорентабельный на сегодняшний день, а, в лице, так как, потому что появляются новые конкуренты. Улица Хитрая, там, Индии, там, еще чего-то. Понятно. Спасибо вам огромное. На самом деле, достаточно интересная информация. Я напомню, что у нас на связи был вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. Андрей, спасибо, что были с нами на связи. Буквально несколько секунд, меньше минут у нас достается до новостей. И я хотел бы задать вопрос Семену и оставить его ответ на время после новостей. Семен, скажите, пожалуйста, вот нам чего не хватает, вот из того, что сказал Андрей, да, нам чего не хватает сейчас для того, чтобы начать как-то конкурировать с основными производителями? Я, опять-таки, понимаю, что вы не готовы сейчас говорить там по бумаге, да, но некоторые представления у вас есть. Нам не хватает технологии, нам не хватает оборудования, нам не хватает чего-то. Оставляю этот вопрос, вернемся после краткого выпуска новостей. Звоните нам, пишите. 99,6 FM, Финам FM, меня зовут Константин Андреев, это программа Pro и Contra. Я напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор компании наукадомостроения Семен Гоглев. Мы говорим о глубокой и самой высокотехнологичной обработке леса. Наша программа посвящена тому, что мы встречаемся с производителями, российскими производителями всего и вся. Сегодня, еще раз повторю, мы говорим о производстве леса, продуктов из леса и из древесины. Семен, так вот, до новостей я задал вам вопрос, да, чего нам не хватает для того, чтобы начать, для того, чтобы Россия, которая обладает, наверное, одними из самых крупных вообще в мире запасов леса, для того, чтобы начать обрабатывать самостоятельно, перерабатывать лес настолько, чтобы быть в состоянии конкурировать там с ведущими европейскими производителями. Да, это финны, кто еще? Немцы, в первую очередь, австрийцы, датчане. Ну, все европейские страны определенным образом занимаются деревообработкой. Деревообработка – это одна из составляющих. Это все цикл пользования лесом, да, нужно понимать, что в лесу растет много пород деревьев, скажем, в нашем лесу растут деревьев, осины, ели, сосны, лиственница и еще такие породы там, как ольха. Да, и для них, для всех есть свое использование, и оптимально и эффективно может быть только комплексное использование леса. То есть, когда лес заготавливаю в определенной области, каждый может быть использован при удобной логистике, значит, соответственно, лиственные породы и тонкие диаметры там еловых и сосновых пород идут для производства целлюлозных продуктов. Пил овощник, значит, идет хвойный в деревообработку для производства строительных материалов, значит, крупные березы, значит, больших диаметров идут на производство фанеры, ну и так далее. Существует такое понятие, как комплексная деревообработка. Например, в наше предприятие «Сокольский док» входит в крупную лесопромышленную группу, которая называется «Инвест Леспром», и «Инвест Леспром», допустим, имеет в своем составе предприятие всего спектра деревообработки, которые локально расположены на северо-западе страны в основном, вот, и, ну, в европейской части страны, вот. И вот именно на синергии, на взаимодействии различных отраслей лесопользования строится, вот, и мы пытаемся построить эффективное пользование лесом. Я только хочу напомнить, что к нашей дискуссии, к нашему разговору я призываю присоединяться радиослушателей. Телефон в студии 65 10 99 6, код города 495 65 10 99 6. И также пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы «Про и контр», естественно. Продолжаем беседу. Так что, чего нам не хватает? Нам не хватает технологий, нам не хватает опыта какого-то, при условии, что Советский Союз, да, который был достаточно закрытой страной и имел, наверное, полные циклы. Ну, там, понятно, что мы отставали там и по той же бумаге закупали, и по той же фанере, но, тем не менее, да, обрабатывали все как-то для собственного рынка сами более-менее. Ну, и так, и не так. Может быть, покажется удивительным, но все лесники знают, но, в принципе, лесная промышленность Советского Союза имела очень широкие связи с европейскими и азиатскими потребителями всегда. Вот, и была там тесным образом плетена. Понятно, что вся индустрия создавалась на нужды внутреннего потребления, но так или иначе, лесоматериалы всегда экспортировались. То есть, в основном, пиломатериалы, вот, и, допустим, в нашей компании работает много сотрудников, которые еще там знакомы с этим, с советских времен. Чего не хватает? Не хватает, вот, прежде всего, вот, комплексного, по всем территориям, где растет лес, не хватает комплексного использования леса, развития вот индустрии комплексного. А что мешает для того, чтобы это развивалось? Ну, в первую очередь, значит, рынки, вот, в принципе, сейчас действительно, вот, коллега сказал, что, значит, не очень важно себя чувствовать, скажем, бумага испытывает сейчас уже жесткую конкуренцию со стороны, скажем, южноамериканских производителей, азиатских производителей. Значит, кроме того, что есть косвенный конкурент такой, как электронные носители, вот, и, конечно... Ну, то есть, бумажные книги и газеты отходят, все переходит на экраны планшетников? В значительной степени эта тенденция будет развиваться, и нужно придумывать какие-то заменители, да, для использования, продукты-заменители для использования целлюлоза, и это уже происходит. В Европе появляются другие продукты. Скажем, у нас, в нашей группе, в основном, предприятия целлюлоза бумажная специализируются на производстве упаковочной бумаги, крафт-бумаги, то есть, это прочная бумага, которая используется для производства мешков. Есть базовое предприятие и несколько предприятий, которые, собственно, сами мешки производят, они, предприятия располагаются в Европе. Есть своя сбытовая оси в Европе у нас. Вот, и второе место мы занимаем. Вы сказали, предприятие располагается, производство располагается в Европе. Почему в Европе? Производство самих мешков, логистически удобно производить мешки в Европе, а бумага для этих мешков производится в России, это базовое предприятие. Вот это странно, а почему мы не можем сделать целый комплекс? Потому что потребитель там. Потому что там потребители и логистически удобнее. То есть, нам надо нашего потребителя воспитать, чтобы он перестал пользоваться пластиковыми пакетами в магазине, условно говоря, да? И когда он, наконец, начнет пользоваться бумажными пакетами? Ну, у нас есть большое внутреннее потребление, значительно. И нашу продукцию, допустим, нашего предприятия можно встретить в некоторых супермаркетах в Москве. Как бы есть. Но пока еще недостаточно. Ну, нужно развивать. Вообще, Россия по потреблению древесины, к сожалению, находится на 26-м месте в мире. Только лишь. То есть, мы обладаем самыми большими, одними из самых больших запасов древесины, а потребляем ее... Да, это связано с какой-то, может быть, метальностью российской. Что-то, ну, вот в частности, по потреблению древесины в строительстве мы вот пока на 26-м месте. Ну, в первую очередь, говорить, что, ну, скажем, объема строительства самого недостаточно. У нас создается год из года, там, с 90-х годов, с начала 90-х годов у нас создается очень большой отложенный спрос по жилью, в том числе и по малоэтажным. Я хотел бы... Вернемся еще к вопросу строительства, потому что это действительно очень интересно. Я хотел бы вот вас о чем спросить, вернуть вас немножко в начало этой 15-минутки. Вы сказали, что в Советском Союзе мы обладали технологиями, да, переработки там. Сейчас вот... Ведь это же огромный комплекс, да, то есть, это не просто надо спилить, то есть, иметь пилы, какие-то машины для вывоза леса, потом, соответственно, значит, пилорамы, которые это распиливают, там, первичная обработка, да, и более сложные технологические циклы, там, уже по производству бумаги, то, чем вы занимаетесь, там, клееного бруса и так далее и тому подобное. Мы можем... У нас остались какие-то производства в России, которые, собственно, делают сами аппараты для того, чтобы... Для того, чтобы обрабатывать древесину, для того, чтобы ее заготавливать. Я понимаю, что там пила-дружба уже по сравнению с, не знаю, с японскими или какими сейчас пилами уже не может конкурировать. Но, тем не менее, что-то осталось в производстве, и можем ли мы, и нужно ли нам развивать производство, так сказать, машиностроения для того, чтобы самим обрабатывать древесину, которая мы заготавливаем? Ну, очень грустный вопрос, на самом деле, если честно сказать. Если помните, первым лозунгом перестройки в 85-м году был подъем машиностроения отечественного. Не получилось. Вот. И нужно честно признать, что сегодня там станков российского производства в производственных цепочках, скажем, деревообработчиков практически нет. Вот. Что-то по энергетике еще делается. Значит, ну, мы знаем российских производителей, многих, которые там пытаются поддерживать, но в наших производственных цепочках, к сожалению, российского оборудования уже нет. А в заготовке, ну, машины хотя бы, которые вот эти вот, как в старых фильмах про какие-то там дальние стройки Сибири или там про лесоповалы, нет вот этих вот машин, огромных этих тракторов, которые там... Машины есть и агрегатная заготовка леса, она сегодня там является наиболее перспективной, но машины не российского производства. Опять не российского. То есть у нас все, на чем мы наш лес обрабатываем, все не российского производства. Надо ли нам развивать подобного рода машиностроение? Можем ли мы хорошо не сами разрабатывать, покупать линии для, опять-таки, для сборки машин, для обработки леса? То есть вот такая многоступенчатая история. Ну, вы знаете, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос компетентно. Скорее всего, нужно было бы, но боюсь, что в ближайшее время это уже не получится, потому что, собственно, дело в том, что само оборудование строится на западных продуктовых практиках и технологиях. И, соответственно, инженеры, которые создают за границей это оборудование, имеют очень тесную связь с потребителем оборудования, да, с производителем продукта. Вот. И они каждый раз создают, ну, проектируя что-то новое, создают себе определенный задел на будущее, который повторять достаточно, как бы, сложно. То есть получается, что мы все равно, так или иначе, будем обслуживать в какой-то степени интересы западных производителей и западных потребителей тоже? Ну, безусловно, пока российское потребление древесины находится в стадии развития, да, то есть пока еще, скажем, ее потребляется не так много, сколько может потенциально произвести российская лесоперебывающая промышленность, мы, безусловно, будем работать на западных рынках. Понятно. Давайте посвятим следующую часть нашего разговора непосредственно вашей теме, да, то есть производство клееного бруса и домостроение, то есть, собственно, то, из чего, то, для чего делается клееный брус. Я знаю, что ваша компания имеет огромную историю, уходящую корнями глубоко в советские времена. И об этом я хотел бы поговорить сразу после выпуска новостей, а пока я предлагаю еще раз нашим слушателям присоединяться к нашей беседе 65 10 99 и 6, это наш телефон, код города 495, финам.фм, страничка программы PRO и CONTRA, это наша электронная связь, вы можете писать, задавать свой вопрос Семену, мы постараемся на них ответить, а также можете делать свои замечания. Здесь Константин Андреев, это программа PRO и CONTRA, у нас в гостях генеральный директор компании наукодомостроения Семен Гоглев, мы говорим об обработке леса и о том, что мешает российским производителям, так сказать, обрабатывать лес и что мешает российским потребителям его потреблять настолько, чтобы мы могли в этом смысле соперничать с европейцами, с азиатами, с кем угодно. А кстати, вот я хотел бы задать вам вопрос, Семен, надо ли воспитывать нашего потребителя, вот даже то, что касается вашей темы домостроения, надо ли воспитывать нашего потребителя, в том смысле, что дома из дерева, там, неважно, клееный ли это брус или просто брус обычный, это хорошо и лучше строить их. Каким образом это надо делать? Ну, нужно обязательно, поскольку, если посмотреть на вопрос глобально, то сегодня стоимость энергии растет с каждым годом и дерево является, скажем, наименее энергоемким строительным материалом при производстве. Вот, и, значит, конечно, более того, дерево – ресурс возобновляемый, да, в отличие от других, значит, при грамотном лесопользовании, значит, леса восстанавливаются, вырастают снова, и, значит, потенциально в европейских странах, и, ну, Америку, Японию я не беру, поскольку малоэтажная Америка и малоэтажная Япония вообще только деревянные дома строятся, то есть на основе древесины. Вот, и, конечно, для России это такой мог бы быть большой стратегический тренд в строительстве по именению древесины, который бы дал бы большой экономический эффект и способствовал бы развитию лесной отрасли. Я понял. Скажите, пожалуйста, вот я, кстати, хотел бы задать нашим слушателям вопрос. Еще раз напомню, 651099,6, код города 495, программа «Про и Контра». Позвоните нам, скажите, а у вас какие дома? Вы, есть у вас дача или загородный дом, может быть, коттедж? Из чего вы его строили? Из камня, кирпича, может быть, из древесины? Почему из камня и кирпича, если не из дерева? Вот так вот сформулируем, ждем пока звонков. Кстати, вы можете также ответ на этот вопрос написать нам на сайт финам.фм на страничку программы «Про и Контра». Давайте с вами немножко поговорим о том, что производится. Клееный брус – это довольно сложный технологический процесс в производстве. Откуда взялось это? И, главным образом, почему это все сейчас актуально? Клееный брус – он, по сути, продукт, который позволяет, скажем, использовать все положительные свойства древесины как конструкционного материала и нивелировать все отрицательные. То есть, вот свойства, скажем, коробиться древесину, трещать и, значит, изменять какую-то геометрическую свою форму в процессе производства и эксплуатации, вот клееный брус, собственно, это выход из положения, почему это, значит, применяется. Очень хороший продукт, потому что детали из клееного бруса готовы, они прочнее, чем цельная древесина и имеют более стабильную форму и стабильные свойства, которые можно задавать заранее путем силовой сортировки древесины. То есть, мы можем измерить прочность каждой доски и в определенные слои бруса сложить прочную, а в середину, скажем, менее прочную и в целом получить, скажем, там, несущую балку высокой прочности. Это свойство было замечено давно, значит, еще там в 19 веке в Европе начались, как бы, использование этих свойств древесины, но наиболее широко это стало развиваться в 70-х годах 20-го столетия. Я знаю, что ваша компания ведет свою историю с середины, да, там, со второй половины 20-го века. 42-го года. 42-го года, ну, то есть середины. И я также знаю, что началась компания со строительства вот этих вот из клееного бруса, со строительства для нужд военных. Сначала не из клееного бруса, это изначально было предприятие домостроительное, но вот быстро возводимые конструкции для нужд армии. Вот, и где-то только в середине 90-х произошло ориентирование на рынок, скажем так, цивильного потребления, вот, и вследствие того, что военная индустрия всегда в Союзе финансировалась и поддерживалась, то, значит, был определенный кадровый состав, определенный, значит, технологический парк машин, которые использовались на предприятии, и это позволило, скажем так, заняться новым продуктом и быстро, ну, сравнительно быстро получить результат. Хотя, скажем, вот мы первыми в России применили, значит, клееный брус в качестве материала стен домов, то есть раньше клееный брус применялся только как несущие конструкции в Союзе для производства больших физкультурно-оздоровительных комплексов, там, таких вот хранилищ, складов, то есть такого специального назначения, значит, мы применили для стен обычных домов одновременно с финскими компаниями, и вот до сих пор этим занимаемся. Хотя клееный брус, его применение намного шире, и мы выпускаем продукты для различного применения, то есть это и детали для японских домов, которые мы экспортируем в Японию, значит, это балка конструкционная, которую поставляем мы в Европу, то есть много продуктов, но основным продуктом нашим на внутреннем рынке являются дома с рубовой конструкцией и с клееного бруса. А, кстати, к вопросу о внутреннем потреблении, а военные заказывают до сих пор, может быть, какие-то ученые, потому что если вы говорите, что дома быстро возводимы конструкции, то есть можно, условно говоря, набор деталей привести в любое место и быстро собрать какое-то там постоянное жилье, может быть, не знаю, люди, которые там на севере работают, это как-то, сейчас это пользуется спросом каким-то? Ну, мы сейчас в основном, конечно, значит, основным нашим рынком внутри, значит, наши дома продаются индивидуальным потребителям, то есть людям, которые приобрели себе участок земли и хотят построить себе загородный дом, и это не дешевые дома, это дома высококачественные, ну, как бы целиком из древесины для людей, кто ценит все настоящее, вот, и в основном мы на этом рынке сейчас как бы сфокусированы внутри России. А каков процент потребления? Я еще раз напомню, что я призываю наших слушателей позвонить нам, сказать, какие у вас дома, из чего вы их строите, используете ли вы древесину, какую древесину вы используете, 65 10 99 и 6 телефон, код города 495, напишите нам ответ на этот вопрос также на сайт finam.fm, страничка программы Pro и Contra, было бы интересно узнать насчет того, насколько потребляется древесина. Вы сказали, что не дешевая история, пока не дешевая, да, тем не менее, нам, например, завозят и там финские хонки, вот эти знаменитые. Нет, безусловно, конечно, внутренний производство, во-первых, есть определенные таможенные барьеры, да, то есть, как бы, скажем, не так просто из Финляндии сюда привезти продукт. А, я, к нам присоединился Виктор, наверное, мы сейчас услышим ответ на вопрос. Алло, да, здравствуйте, Виктор. Алло, здрасте. Здрасте. Я так немножко, насколько знаю, в этом вопросе, во-первых, когда брус был бы в ходу, это во времена вот начала перестройки, ну, перестройка и дальше, вот, 90-е года, к сожалению, он тогда, по-моему, был достаточно дорогой, правильно я говорю? Это вопрос к Семену, Семен. Да. Да, ну, безусловно, сейчас он становится все более доступным, да. Да, и поэтому вот это направление, насколько я тогда помню, те года, вот так бы сказать, может быть, и заглохло незаслужно. И поэтому, вот, например, я смотрю, вот у меня вот соседей эти кирпичные дома в основном, вот, которые новые строят. А у вас? Ну, то же самое. То есть вы... И плюс, и плюс к этому. Все же вот вопрос тогда был, как бы сказать, может быть, тоже актуальный. Пожарная безопасность, я, честно говоря, так и не знаю вот насчет бруса. Там возможно решить его на таком же уровне, как теоретично или там бетонно. А у нас для этого специально в студии сидит Семен Гоглев, который знает об этом все, про пожарную безопасность. Скажите нам, насколько безопасная современная, обработанная современным образом древесина, насколько она пожаробезопасна при условии, что используются же какие-то клеи, да? То есть он же поэтому и называется клееный, клееный брус. Я сначала сейчас отвечу на первую часть. Значит, потребление древесины на внутреннем рынке вот сейчас в подмосковном строительстве растет. И, скажем, если в 2007 году доля новых деревянных домов в коттеджных поселках Подмосковья была 25%, то, скажем, по концовке 2011 года доля приблизилась к 50%. То есть мы удвоились. То есть мы имеем резкий рост деревянного строительства в Подмосковье. Связано прежде всего с тем, что чисто эмоционально человек, выезжающий за город для отдыха, вывозящий туда на отдых, свою семью, хотел бы сменить картинку, да, и, скажем, из каменного дома в городе он должен приехать и приблизиться к природе. И это такой вот очень, ну, скажем, важный фактор, который мы используем в развитии продаж. А мы сейчас вот спросим, так ли это у Алексея. Алексей, здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Добрый день. Значит, я хотел чуть-чуть вернуться по поводу пожаробезопасности. Вот был бы, да, немножко, буквально два слова сказать. Да. А вы специалист в пожаробезопасности, может быть, или как? Нет, нет, нет. Я хотел сказать свое мнение. Мне кажется, что у людей бытует такое заблуждение, да, что там вот дома сейчас разные, каркасные, деревянные, неважно, что в рот что-то горит быстрее, там, более или менее пожаробезопасно. Я хочу сказать, что все это ерунда. Я думаю, что горит в первую очередь то, что внутри дома загорается. А все остальное прогорает хоть что это. Хоть это брус, хоть кирпич, все равно все выгорает. Какая разница? Горит все, что внутри, как бы, в первую очередь, да? Если там проводка, допустим, электрика, скажем, неисправно или что-то, или там случайное возгорание, ну, понятно. Вот. Что касается пожаробезопасности. Вот. Это первое. А второе, я вот сейчас живу в доме своем, в Подмосковье, и буду строить себе еще, ну, то есть другой дом. Как бы в этом жить уже не буду. Значит, смысл такой, что я вот рассматриваю вариант, значит, строительства каркасного дома, но наполнение это солома. Вот сейчас тоже развивает эта тема. Вот. Я думаю, что это на сегодняшний день вообще, что они есть самое экологичное. То есть, если, конечно, не использовать там никакие дополнительные там утеплители, да, скажем так, а вот именно набивать соломой. То есть, каркас деревянный, там, да, может быть, это брус, может, доска с раковкой там и так далее. А наполнение и солома 50 сантиметров. Алексей, да, у нас по этому поводу Семен тоже может ответить по поводу утеплителей и наполнителей вот этих вот, ну, природных. Да, да, я хотел сказать, что вот именно к таким вот брусам, то, что вот Семен, я не очень отношусь. Ну, как, это нормально, наверное, дома хорошие, красивые, комфортные, но мне кажется, в любом случае, при изменении погодных условий, то есть у нас и плюс большой, и минус большой бывает, вот эти разногласия в температуре у нас в российском, в средней полоте России, все-таки брус гуляет. Он гуляет, играет, и трещины, туда-сюда, все равно это имеет место быть, этого никуда не денешься. Но, как бы, это мое мнение, может быть, оно не может прямо субъективное, вот, я думаю, так, на самом деле. Спасибо, Алексей, огромное, я думаю, что Семен с вами поспорит на эту тему, но, тем не менее, давайте немножко по поводу того, что наполнитель вот этот вот природный, солома и так далее. Я бы еще хотел про пожарную безопасность, просто пару слов, значит, абсолютно, вот, я согласен с человеком, который позвонил, что, значит, конечно, горят в первую очередь мебели занавески, нужно понимать, да, вот по статье. Скажем, взять статистику пожаров, да, то примерно одинаковое количество, скажем, пожаров в каменных деревянных домах. Если каменный дом загорелся, то тоже ничего не останется, кроме стен. Поэтому есть веские аргументы как раз за деревянные дома, потому что в случае пожаров, в целом, деревянный дом безопасен для жителей. Хотя это слышится парадоксально. Ну, про пожаробезопасность поговорили. Поговорим еще о сложностях деревянных домов. Вернемся через буквально полторы-две минутки. Это программа «Про и Контро». Не переключайтесь, пожалуйста, у нас в гостях Семен Гоглев. Это Финам. Финам. До полудня программа «Про и Контро». Меня зовут Константин Андреев. Разговариваем сегодня с генеральным директором компании «Наука домостроения» Семеном Гоглевым. Говорим о производителях. И сегодня говорим о производителях того, что производится из леса. Вот такая тавтология получилась. Я приглашаю вас к спору и хочу задать вам другой вопрос, дорогие друзья. Мы поговорили о том, насколько безопасно и прекрасно жить в деревянных домах по сравнению с каменными и почему. Я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Как вы считаете, нужно ли России самой повышать потребление древесины? В какой области? И нужно ли нам действительно развивать наше внутреннее производство? Или достаточно того, что мы можем древесину и какую-то первичную обработку продавать на экспорт и импортировать, соответственно, бумагу и какие-то сложно технологичные вещи из древесины. То есть древесину более сложной обработки. Семен хотел бы задать вопрос из предыдущей 15 минутки. Так вот, что касается вот этого безопасного, вернее, природного наполнителя. То есть насколько это перспективно и насколько это сравнимо с просто деревянными домами? Ну, нужно понимать, что сегодня требования по энергосбережению в строительстве существенно повышаются. И, скажем, дома для, скажем, постоянного проживания, да, то есть как бы есть несколько категорий использования домов. Есть загородные дома, которые используются, тоже отапливаются постоянно, но используются все-таки как больше для отдыха, для проведения там, скажем, экреационных функций. И есть дома, которые, собственно говоря, должны вот эксплуатироваться постоянно там. Ну, то есть просто жить, грубо говоря, в которых человек живет постоянно. И там требования постоянно повышаются к энергоэффективности, и в России в том числе, но в Европе идет немножко даже впереди в этом плане. И, конечно же, применяется дополнительное утепление в стенах, развивается деревянно-каркасная технология, вот, и, соответственно, встает вопрос, а чем же это утеплять? Ну, вот, значит, слушатель сказал про солому, это такой экзотический, существует такой способ утепления, и знаю, кто им занимается. Вот, но сегодня в Европе еще там дополнительно развиваются другие виды утеплителей на основе древесных волокон, целлюлозы различных. И, действительно, за этим очень большое будущее. Вот у нас по этому поводу есть, ну, не совсем поэтому, но есть вопрос, насколько все современные материалы из древесины, в том числе вот эти вот материалы для утепления, насколько они токсичны? Клееный брус, используется клей, да, какой-то. Потом внешняя сторона каким-то образом тоже, видимо, чем-то обрабатывается, ну, чтобы дерево просто дольше хранилось. Насколько это токсично? А я от себя добавлю, кто производит клей и, так сказать, внешнюю, ну, чтобы внешне обрабатывать этот брус, все препараты. Значит, клей мы применяем тоже импортные, значит, производит их ведущий международный концерн, который, значит, выпускает и клей, и краску, и другие, значит, химические продукты. Значит, клей на сегодняшний день применяемый для производства клееного бруса после полимеризации абсолютно безопасности. Этот параметр очень жестко контролируется на внешних рынках, существуют стандарты по эмиссии, по количеству эмиссий вредных веществ, есть европейский стандарт Е1, есть японский стандарт F4 звезды, и на эти рынки не попасть, если ты этим стандартам не соответствуешь. И сейчас уже и в России, значит, есть стандарт Экоматериал, и он добровольная сертификация, но, тем не менее, значит, если этот стандарт есть, то можно быть уверенным, что продукт не выделяет больше ничего опасного для здоровья. Но, допустим, наш продукт имеет, значит, в наивысшую категорию, значит, стандарта Экоматериал, он называется Абсолютли Нейчерал, то есть ничего не выделяет. Ничего не, абсолютно натурально все. Вот, так что тут, конечно, бывают, надо понимать, разные производители, по-всякому может быть, но надо понимать, ведущие производители все выпускают продукты очень чистые. Я предлагаю наших слушателей присоединяться к нашей беседе, как нам развивать и что надо делать для того, чтобы развивать производство из древесины, при условии, что мы самая крупная страна, в которой растут максимальное количество лесов, мы достаточно много вырубаем. Ну, как выяснилось, сами пользуемся только, то есть по потреблению России находится, как сказал Семен, на 26-м месте. Что касается домостроения, 6510-99,6-495, код города, это наш телефон, и finam.fm, страничка программы PRO и CONTRA. Это наша электронная почта. Пишите, звоните, давайте поговорим все-таки на эту тему. Это довольно интересно. Семен, один момент. Я знаю, что вы принимаете участие в программе «Активный дом». Это довольно интересная такая штука. Это вот как раз к энергетическому, к энергосберегающему домостроению вопрос. Что это такое и на какой стадии развития это все находится? Активный дом – это очень интересный продукт в рамках общего направления энергоустойчивого строительства, экоустойчивого строительства, которое включает в себя несколько параметров. Наименьшее нанесение вреда природе и использование энергии в процессе строительства. Наименьшее энергопотребление в процессе эксплуатации дома и наименьшее потери при утилизации уже использованного или отслужившего дома. Активный дом и продукт интересны еще и тем, что ставится дополнительная задача создать максимально комфортные условия по освещенности в этом доме. То есть не просто, скажем, сделать дом настолько теплым, но при этом очень темным и страшным. А это такое новое направление, которое позволяет еще очень комфортно себя чувствовать. Отлично. У нас есть два телефонных звонка. Давайте поговорим с Алексеем. Алексей, здрасте. Алло. Да, здрасте, Алексей, мы вас слушаем. Да, да. Значит, вот по последнему вопросу смотрите, что я думаю. Значит, мы опять же спросим на самое начало, что нужно делать. Значит, я думаю, что в первую очередь это, конечно же, должно быть заинтересованным в этом государство. В первую очередь. Очень короткий пример. То есть открываем, вот сейчас я ИП хочу открыть. Ну, как бы уже открываю, да. Везде нужны деньги. Везде. Ну как, вот я начинаю работать, я хочу строить, да, занять строительство. Откуда у меня деньги? Вот я с нуля начинаю. Везде деньги. Счет открыть. То, все. Везде нужны деньги. Это государство этим не занимается. Ну, наверное, это выгодно кому-то сейчас, неважно. Это первое. Ну, понятно, что нужно, вообще нам жизнь нужно менять. Мы опять, значит, нам нужно перестать быть жуликами всем. Мы все друг друга имеем, понимаете. От врача до учителя. Алексей, я с вами полностью согласен. Но мы сейчас уйдем немножко в политическую часть этого вопроса. А я как раз говорю про экономику. Что нам надо делать, как нам надо. Вот Семен говорит... Я вас понял. Я вам скажу, экономически нам нужно, значит, дать возможность малым предприятиям, ИП, чтобы люди развивались. Кто хочет работать, строить. Пожалуйста, не только строить. Во всех отраслях нужно убирать налоги. Нужно давать старт. Минимум три года, чтобы человек развивался. А у нас деньги, понимаете. Дай деньги, дай взятку и так далее. Вот первое, что нужно делать. Старт мелкому и среднему предпринимателю. Вот это нужно делать экономически. Я понял. Спасибо, Алексей, огромное. Это программа «Про и контр». Видите, какая у нас тут дискуссия завязалась. Меня зовут Константин Андреев. Мы говорим о производстве. Мы говорим о производителях. Говорим сегодня о производстве всего, что касается древесины, бумаги. Сейчас мы говорим о домах. У нас в гостях генеральный директор компании «Наука домостроения» Семен Гоглев. Вот как раз вопрос, который я чуть переформулировать из высказывания нашего радиослушателя хотел бы. А есть у нас маленькие компании, которые, знаете ли вы, такие, которые тоже пытаются заниматься домостроением, причем таким высокотехнологичным. И в том числе, может ли быть перенят опыт вот этого, так сказать, активного дома, да, когда дом строится на основе каких-то зеленых технологий. Он светлый, на него еще ставятся какие-то дополнительные там. Он, условно говоря, может быть сам энергоэффективен. Ну, нужно понимать, что строительство, особенно загородное, это и есть малый бизнес, да, и в основном там оперируют маленькие компании. Вот, и, конечно, опыт есть, и руками этих маленьких компаний тоже создаются очень интересные объекты. Вот, ну, конечно, все строится в интеграции с производителями ведущих утеплителей, ведущими производителями утеплителей, других строительных материалов, там, инженерных решений, которые необходимы. То есть некий такой симбиоз, скажем, там, скажем, строительного бизнеса небольшого и решений, которые дают большие компании. Да, все возможно, и занимаются вот небольшие компании, и могут реализовывать и создавать очень интересные решения. — 6510-99-6495, код Горды, телефонный номер. Мы продолжаем говорить о том, как нам приучить, как нам самим использовать наши богатства, как нам их обрабатывать. Мы говорим про лес. У нас на связи Григорий. Алло, здрасте. — Добрый день. Шикарная передача. Рад, что не, как всегда, про интернет, а что-то действительно про производство. — Спасибо. Спасибо для... — Еще, подождите, вопросик. У меня два вопроса. — Давайте. — Какое оборудование лучше брать? Наше, отечественное или импортное? И где брать лес? — Вот. Семен. — Ну, выбор оборудования ставится от задач, которые необходимо решать. И на каждую задачу там выбирается лучшая позиция, которая там предлагается из наших или из импортных. Ну, я говорил, что мы в основном, ну, не в основном, а полностью используем импортное оборудование. Значит, по лесу тут вопрос такой, потребует ответа, скажем, чуть-чуть минуты. Значит, лес вообще растет в различных климатических регионах, и наиболее подходящий лес, который для строительства, он растет на севере. Значит, и именно северный лес хвойных пород наилучшим образом для строительства подходит, и мы его используем для производства конструкции из клееного бруса. Скажем, для каких-то отделочных работ подходит лес экзотических пород, которые сейчас в Россию стали привозить из азиатских и африканских стран. Ну, в основном в строительстве применяется лес, который произрастает на севере, и он лучше. Понятно. Последнее, что хотел бы, практически у нас очень мало остается времени, последнее, что хотел бы попросить вас, вы можете подвести какой-то итог сегодняшней передачи? Вот из того, что вы услышали, не очень много было звонков, но тем не менее, что делать дальше? Как нам конкурировать? Как нам конкурировать с финнами, которые привозят нам хонки, если говорить о домостроении? Как нам продвигать эту историю? Я понимаю, что это не только реклама. Как нам убедить людей, что лес это хороший продукт, который стоит перерабатывать? Как нам убедить бизнесменов о том, что лес это хороший продукт, который стоит обрабатывать и обрабатывать целиком и полностью, самим производить многое и, может быть, даже экспортировать? И как нам убедить, главное, потребителя внутренний рынок развивать? Я думаю, что, в первую очередь, нужно показывать пример, что наш продукт, произведенный в России, может быть, ничуть не хуже продукта, произведенного на Западе, при, как я уже сказал, комплексном и умелом подходе. Значит, кроме того, что нужно действительно, именно когда, ну, вот у нас же как деревянный дом, почему, скажем, такое отношение? Потому что, скажем, деревянные дома всегда ассоциируются с неблагоустроенными домами, в первую очередь. Вот, а сейчас уже, когда мы показываем примеры, что дом может быть настолько же комфортным и настолько же безопасным, как каменный, конечно, люди обернутся и будут использовать и будут заказывать. Спасибо огромное. У нас в гостях был генеральный директор компании НЛК Домостроения Семен Гоглев. Говорили мы о производстве бумаги и всего, что можно сделать из леса. Это была программа «Про и контр». Меня зовут Константин Андреев. Услышимся ровно через неделю. Хорошего дня вам и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok